давайте сегодня с вами приготовим оригинальный вкусный и очень быстрый приготовление рыбный салат и это будет салат со шпротами такой салат подойдет на любой праздничный стол и порадует всех ваших друзей родных и близких и так что же нам потребуется потребуется нам первое это шпроты далее консервированная кукуруза морковь по-корейски луковицу можно взять обычную я взяла салатную яйцо свежий огурец и немного соли по желанию и так начинаем приготовление а заправлять мы все будем конечно же майонезом и так для начала я беру плоскую тарелку любого диаметра вы можете взять я готовлю салата немного поэтому у меня тарелка небольшая и беру салатные листья и распределяю по всей поверхности тарелки если у вас нет салатных листьев вы можете сделать салат без листьев а можете просто заменить листьями пекинской капусты это будет тоже смотреться очень оригинально вот так по всей поверхности и так тарелочка у меня готова и сейчас займемся шпротами шпроты необходимо при помощи вилки немного размять но не надо их разминать очень сильно превращая в кашицу а просто разломить на несколько кусочков вот так примерно на два-три кусочка каждую рыбку мне удобнее делать в чашечке вот так вот и первым слоем делаем шпроты выкладываем их на салатные листья и распределяем если вы по каким-то причинам не любите шпроты вы можете шпроты заменить например на сайру это будет тоже очень вкусно далее нарежем тонкими полукольцами лук у меня салатный можно взять обычный репчатый нарезайте очень тонко тонко нарезанный лук замаринуем в яблочном уксусе все перемешаю и оставлю примерно на пять минут пока маринуется лук займемся другими ингредиентами нарезаем огурец огурец необходимо нарезать тонкой соломкой сначала я нарезаю на слайсы и далее нарезаем тонкой соломкой и так берем тарелку со шпротами и на слой шпрот выкладываем слой маринованного лука если вы лук не любите мариновать в уксусе то не нужно это делать но если вы замаринуете в яблочном уксусе то салатик получится еще вкуснее попробуйте я думаю что вам обязательно этот салат понравится и так лука я люблю побольше я его вообще обожаю салатный лук он не такой острый поэтому я устраюсь добавлять всегда в салат и так сделали слой лука и теперь делаем сетку майонеза следующий слой это будет вареное яйцо которое я буду натирать на мелкую терку распределяем яйцо по поверхности салата заметьте что я белок и желток не разделяю а все вместе делаем сеточку из майонеза следующим слоем будет сладкая консервированная кукуруза выбирайте всегда хорошие сорта кукурузы чтобы она была действительно вкусная сладкая и сочная слой кукурузы слегка покроем сеточкой из майонеза следующий слой у нас будут огурчики которые мы нарезали соломкой и стараемся их аккуратненько красиво распределить по всей поверхности салата я это делаю руками руки конечно же предварительно я мою и распределяем сверху огурцов делаем красивую ажурную сеточку из майонеза а по краям салата будем распределять морковь по-корейски сверху еще украсим зернышками кукурузы можно украсить зеленью любой на ваш выбор моркови я по бокам салата добавила побольше потому что я очень люблю морковь по корейски вообще здесь все зависит от вашей фантазии насколько вы любите экспериментировать фантазировать поэтому украшать салат уже можете на свое усмотрение ну вот салатик готов сейчас я ему дам настояться примерно 2 часа и можно будет подавать к столу он получается очень вкусный и красочный и по бокам я добавила немного доли помидоры череп так что готовьте экспериментируйте все у вас получится всем приятного если вам понравился рецепт приготовления ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новое интересное видео а также не забудьте подписаться на мой второй канал где увидите много простых бюджетных покупок и видео жизни всем вам хочу порекомендовать отличную группу с простыми бюджетными рецептами вконтакте эта группа моей любимой подруги и ссылку я оставлю под видео зовут ее марина не забудьте зайти в мою группу вконтакте и в одноклассники и поделиться своим рецептом а вам всем скажу готовьте экспериментируйте и все у вас получится ведь экспериментировать это классно